Из-за сильных морозов, которые атаковали Новый Уренгой, как и весь Ямал, озвученные ранее сроки, когда откроется для движения улица Железнодорожная в районе строительства развязки, сдвигаются. Насколько и как обстоят дела с темпами работ, узнаете в сюжете. В Новом Уренгой строят один из самых масштабных проектов – транспортную многоуровневую развязку. Подрядчиком стала компания «Мостострой-11». Цель избавить эту часть города от скопления машин на перекрестках, а также сделать движение безопасным и удобным для горожан. Любое строительство идет за собой неудобства. Они временные, но доставляют немало проблем в период стройки. Например, перекрытый участок улицы Железнодорожной. С одной стороны, хорошо, что потока машин таких нет, потому что дети ходят в школу, постоянно переходят дорогу. Не очень удобно. Не все водители такие пунктуальные пропускают детей. С другой стороны, постоянно езжу в ту сторону, на северку. И из-за того, что перекрыто, больше времени уходит на дорогу. Люди продолжают атаковать в комментариях Андрея Воронова в поисках ответов на свои вопросы. Как изменится качество жизни в домах на Железнодорожной после запуска путепровода? И будут ли противошумовые экраны? Очевидно и понятно, что перекрытие таких улиц, как Железнодорожная и Магистральная, доставляет жителям города определенные неудобства. Данные мероприятия связаны с безопасным производством работ. Ранее озвученные сроки смещены неблагоприятными погодными условиями. На сегодняшний день все службы города уведомлены о том, что открытие улицы Железнодорожной будет в конце марта месяца. Когда движение по путепроводу запустят, все неудобства и проблемы отпадут. В часы пик город перестанет утопать в пробках, а жильцы домов, расположенных рядом со стройкой, перестанут жаловаться на громкий шум работ и перекрытые участки дорог. На данном этапе строительства выполнено 57% от общего объема. В основном все работы по свайному основанию выполнены 100%. Выполнены, получается, монтаж пролетного строения на седьмом съезде, также на восьмом съезде. Остается на сегодняшний день выполнить 1800 тонн. Это будет выполнен монтаж пролетного строения полуновесным способом с применением временных опор. По контракту открытие развязки назначено на конец этого года. Но подрядчик планирует порадовать новорингойцев ко дню города. Поэтому обещает запустить путепровод раньше. Вероника Самошкина, Денис Галкин, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.